Конечно же, нельзя в одно видео уместить всё, что касается Римской империи, римских императоров и всего, что этому с одной стороны предшествовало, а с другой стороны всего, что от этого так или иначе произошло. И какие-то зарисовки касательно того, как Цезарь приходил к власти, как формировалась Римская империя, как его сменял Октавиан Август, я уже делал и не только. Касательно Диоклетиана, касательно Константина. Единственное, что, конечно же, в отличие от боспорских царей, о которых я сделал видео, о всех о которых, в общем-то, более-менее вменяемые есть сведения. Причём я в тех материалах, которые я делал касательно боспорских царей, с одной стороны опирался на те данные, которые общепризнаны, которые есть, с другой стороны ещё использовал такой источник, как искоростанский список царей. Поэтому, с одной стороны, по имени какого-нибудь Рескупорида Третьего вы можете найти его даже в этой же Википедии, даже вот в российской Википедии и в других Википедиях. Но, с другой стороны, у меня есть и чуть-чуть расширительных, так сказать, данных про боспорских царей. И в каких-то случаях это чуть-чуть, в каких-то случаях чуть больше, чем чуть-чуть. Кроме того, искоростанский список царей для меня являлся очень хорошим структурообразующим материалом, по которому я приблизительно понимал, как соотносятся боспорские, сармадские, скифские, кемерийские и другие цари. Но это отдельная история, о которой я говорю в соответствующих видео. О цезарях, о октавианах, также можете поискать у меня на канале. Сейчас пройдусь по римским императорам в контексте атрибутов власти. В контексте атрибутов власти, вот перед императорами были просто мощные военно-политические олигархи Римской Республики. Эти ребята, с одной стороны, имели очень много денег. То, что они имели очень много денег и были из престижных родов, из патрициев, давало им возможность занимать разнообразные должности в Римской Республике. Там, конечно же, была узаконенная коррупция, то есть лоббирование разных тем. Там вообще все очень интересно было, но это тоже отдельная тема. И у них особых каких-то интересных атрибутов не было. Вообще, когда Римская Республика отвыкла от того, что она царство, при этом сначала самопровозглашенное царство, позднее уже признанное царство, позднее протекторат этрусков и позднее уже, в общем-то, республика. Но это то, как история Римской Республики описывается в, так сказать, текстах, которые в основном создавались римлянами, или же римлянами активно редактировались. Поэтому у меня нет оснований абсолютно доверять всем римским источникам, описывающим Римскую империю. Больше того, у меня больше оснований ставить их под вопрос, соответственно, и сомневаться. Но сомневаться тоже до определенной меры. В частности, сейчас хочу провести осмотр от именно атрибутов Цезаря. Видим старинные всякие и не столько изображения. Можно вообще проще пойти и даже не залазить в медиафайлы Википедии. Так, Википедия, не чуди. Это, в общем-то, походы Цезаря. Вот те, кстати, которые не верят, что Рюрик мог быть поначалу фрислонским князем, фрислонско-ободрецким князем, в общем-то. То есть князем, имевшим владение на побережье Северного и Балтийских морей. А потом перебраться, в общем-то, путем из варяг в Греки на Русь и здесь развивать свое государство. Они говорят, слишком много походов, слишком много всего. Несколько спойлерю, я позже сделаю осмысление касательно еще Данилы Голицкого, который, в общем-то, действовал схожим образом. Но пока относительно Цезаря. Как видите, тоже человек много повоевал, много с кем и много где. И тоже его действий в каких-то случаях хватило бы на деятельность многих отдельно взятых людей. Но это же не повод считать, что его не было. Вот что нам важно. Конечно же, скульптура очень-очень поздняя. Но есть, например, современные монеты. Современные больше ему, чем нам, но так или иначе. Есть другие изображения. Есть множество старинных гравюр, книг, где он изображается в венке. Конечно же, в средневековье иногда его изображали в соответствующей той эпохе редизайне. Но просто ввиду ограниченности исторических свидетельств. Однако классическими изображениями являются плюс-минус такие. Это вот, собственно, даже воспроизводит некую монету или печать Цезаря. И, в общем-то, учитывая звезду, учитывая надпись, в общем-то, плюс-минус точно воспроизводит. Можно, конечно же, зарыться в медиафайлы Википедии. И, может быть, что-то из нее даже выроим. Но не знаю, нужно ли. Так или иначе, будем считать, что атрибутом Цезаря, основным, отличающим его от других людей, скажем так, атрибутом был золотой лавровый венец на голове. Как своеобразная корона. Прототип короны. И после Цезаря к власти пришел Октавиан, племянник его Август. Тоже племянник, не племянник. Вот у римских императоров проблема с тем, что династия у них была не генетическая. Что мы здесь видим опять? Лавровый венец. Ну, похоже, здесь даже венец сделан из дубовых листьев. Ну, то есть, почему бы нет? Да, как раз флаг. Да. Вот это всякие другие. Кстати, бюст Цезаря. Ну, здесь нет его венка, поэтому для данного осмысления это не имеет никакого смысла. Он тоже много повоевал, много кого пообманывал, позахватывал. Интересный был товарищ, в общем-то, Октавиашенька Август. Точнее, Октавиан Цезарь, прозванный Августом. Ну, вот Римская империя при Октавиане Августе. Как видим, были те территории, которые были покорённые, в общем-то, ещё Цезарем. были территории к этому делу дополненные, и были территории, которые находились, так сказать, под влиянием Римской империи. И если в Германии, в Северном Причерноморье влияние Римской империи было условным, и временно оно там реально было, позднее его скидывали и жили себе, как и до этого, то, вот, соответственно, Фракия, в общем-то, внутренние части Малой Азии и Мавритания полностью пошли под Римскую империю на долгие столетия. Вот есть такое изображение, тоже в венке. А вот провинции Римской империи в те времена. Как бы было бы иначе, если бы он не был в образе Юпитера. То есть, держит некий шар, тогда это ещё не совсем держава, на котором изображена богиня Победы, держащая венок, держит Жезл и восседает величественно подобно Юпитеру. Почему бы нет? Ну, в общем-то, вполне вероятно, что и просто венки носили в знак всего этого дела, но золотой венок уже был атрибутом царя. Ну, и багряная накидка тоже. Вообще, есть такое ещё изображение, достаточно интересное. То есть, тоже тут уже начинает моделироваться даже такая, не скажу, что сложная, но интересная диадема. Интересная диадема, которая, в общем-то, пригодится в контексте других осмыслений. Просто в какой-то накидке, это не важно. Ладно, можем пойти дальше. Так, слишком далеко. Не надо слишком далеко. И, в общем-то, преемник Октавиана, прозванного Августом. Венок диадема. Снова венок диадема. Тоже некая юпитерообразность такая. Сидит на троне, держит джезл, пальмовую ветвь. Ну и да, ввиду того, что династия римских императоров была не генетическая, то все было достаточно сложным. Можем видеть, что пока еще у них, во-первых, есть вполне себе республиканские должности. То, что это династия Юлиев-Клавдиев, это, конечно, отдельный трэш, как сейчас скажут. Потому что династии, как таковой, у них не было. Династия, по идее, предполагает, что человек является сыном, или, по крайней мере, уж точно генетическим, в общем-то, преемником другого человека. Может быть, хотя бы его племянником. Но часто бывало, что эти ребята удочеряли, усыновляли своих преемников уже во вполне взрослом возрасте и исключительно для того, чтобы передать им власть. Тут, видим, предполагался достаточно качественный такой большой венок с, соответственно, уже элементами, подвязывающими его вокруг головы. Иногда они изображаются более скромно, а венок более внушительно. Но, видимо, тут предполагался достаточно большой венок. Итак, такой римский император. Как видим, здесь венок сплетенный из дубовых листьев. Видны желуди, что символизирует крепость, что символизирует могущество. Был ли... ну, маловероятно, что он носил просто венок из дубовых листьев. Скорее всего, это тоже был золотой венок диадема, просто в форме венка из дубовых листьев. Конечно же, в античном мире были всякие другие, более древние диадемы. Какие-то из них будут источником вдохновения для диадем последующих эпох. Но... То всё отдельная история. Вот видим, венок достаточно внушительный. Тут видим, венок... Вот тут какой венок... Божественной Клавдии в образе Зевса. И в действительности. Только тут ему не хватает молнии или жезла повнушительней. А здесь... Возможно, предполагалось, что что-то здесь находится, иначе он выглядит как нищий, просящий подаяние. Ну, и вообще-то, орёл Зевса, то есть, как бы всё по греческому канону. Если тут присматриваться к венку, венок снова же из дубовых листьев. Ну, и любителям свастик, конечно же, да, свастический орнамент. Да, он в древности был. Конечно же, он не был символом ни римлян, ни славян, ни всех. Как хотелось бы современным некоторым родноверам. Но как элемент декора, естественно, был. Какой титул! Тиберий, Клавдий, Кесарь, Август, Германикус, Понтифик, Максимус, И трибун народный, И консул, и император. А император аж целых двадцать семь раз. И, что самое главное, отец Отечества. Но, в общем-то, то, что сделал Цезарь и Октавиан Август закрепил, то здесь и есть. То есть, юридически, он всего лишь первый среди равных в сонме, в общем-то, римских сенаторов. Юридически. По факту, это уже правитель, который распоряжается государством, как хочет. Но, по идее, он всего лишь принципс. Но, по идее, раньше в Римской Республике отдельно был понтифик, отдельно трибун, отдельно консул. Отдельно, в общем-то, какого-то человека могли назвать отцом Отечества. Но, это узурпация власти, это совмещение в своих руках кучи разных должностей. Но, как видим, такое в истории было. Следующий римский император. Посмотрим монеты. Конечно же, венки были самые разные. Иногда они изображались не только на головах, но и просто на монетах. Иногда еще такие растительные венки продолжали изображаться. Были зубчатые короны, конечно же. Что самое интересное, у римлян даже были трезубообразные знаки. Но это тоже уже отдельная история. Вот такая цветочная корона. Ну, точнее, цветочный венок. Так что так. Следующий римский император. Конечно же, в то время римляне пытались захватить за рейнские территории. И, соответственно, если бы они захватили территорию за рейном, они бы пошли дальше. Венок, в общем-то, растительный. Опять же, дубовые листья. Багряная накидка. Здесь, возможно, должен был вставляться золотой или еще какой-то. Соответственно, венок. Германия-Магна. Сарматия. Ибо спор не обозначен как владение Рима, но правильнее было бы обозначить его как, по сути, союзника Рима. Ну, и, в общем-то, некие расколы, которые существовали в римском государстве. Опять же, венок. Еще нюанс. Я тут пробегаюсь далеко не по всем римским императорам или каким-либо деятелям, которые претендовали на звание таковых. Я пробегаюсь приблизительно по одной вот такой вот линии. Не скажу, что самой прямой, но так или иначе. По крайней мере, по той, по которой можно проследить все вот эти династические темы в государстве, где не было генетической династии, а где каждый последующий узурпатор стремился провозгласить себя именно тем самым потомком Цезаря. Тут, по идее, у него, в общем-то, доспехи, тут багряная накидка, конечно же, венок. Конечно же, это уже достаточно поздняя работа, но все равно. Ну и вот монета, что, в общем-то, подтверждает некую правомерность той, пусть и поздней, но все равно приемлемой штуковины. Изображение. Тоже венки. Статуя. Статуя. Опять же, венок. Изображение. Изображение. Ну, это не в тему, но так или иначе. Культ Сераписа. Венки, венки. Учитывая, что это достаточно поздняя работа, то, конечно же, сверху изображены не венки, а короны. Если бы работу эту рисовали сами римляне, они бы здесь изображили бы золотые венцы, а не короны. Ну, да ладно. Традиционный римский доспех, конечно же. Тогдашние очертания римской империи. И тут отметили Боспор. И, в общем-то, вообще здесь все плохо отметили, потому что так нельзя делать. Нужно было отдельно обозначить, как союзное государство Боспор, отдельно, как фактически колонию Херсонес, и отдельно, как полулояльные Ольвию Тиру. Опять же его монета, и опять традиционный венок с завязками сзади. Так. Домицион. Конечно же, он должен себя сделать флавием и все дела, но видим атрибут венок. То есть, все более-менее стандартно. Опять же, изображен в стандартном римском одеянии. Тогдашние границы, причем разделенные между разными деятелями. Венок. Ситуация в Дакии. Можно исследовать вот такие названия, допустим, как Поролисенсис. Такое странное название, не правда ли? Вот тут странное название. Костобоки. То есть, какие у них бока? Бока какие у них? Костляки. Вот эти Поролисенсисы. Что с ними может быть? Возможно, они сидят в лесах. Возможно. А это, в общем-то, Дакия, территория, где проживали геты, как раз. Которых разогнали римляне по всей Европе. Но да ладно. Следующий римский император. Следующий римский император. И Святого Духа, и Рарага, и всего, что с этим связано. Ну, венок вполне себе классический. Доспех, облик вполне себе классический. Опять же, венок. 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 Стандартный венок. Колонна Трояна. Очень интересная, кстати, вся эта тема, но для отдельного осмысления. Кстати, можем посмотреть на титул. В принципе, он сохраняется. Император Цезарь, Троян, Адриан, Август, великий понтифик, наделенный властью народного трибуна 22 раза, император 2 раза, консул 3 раза, отец Отечества. Все это снова же были выборные должности, которые, по идее, переизбирались. Но понятно, что переизбирание тех, кто уже был у власти, это была фикция. Вот тут венок с центральным элементом. Но венок еще состоит из дубовых листьев. И называют это иногда гражданской короной. Откроем чуть позже, в отдельном. Но тоже другое. Вот стандартный венок с завязками. Следующий. Следующий. Венок с завязками лазают, где их не просили. Они тогда воевали и в Британии, и снова же в Дакии. Захватили территории пролесья вот этого. Венок. 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 В одном. Один из самых мудрых римских императоров. Стандартный венок. Ну, то есть, венок у него тоже был стандартный. Так что, можем не лазить дальше. У этого был и стандартный венок. Он любил еще и львиную шкуру нацепить на голову. Подражая то ли Евпатору, то ли Гераклу. Вот этот человек. Стандартный венок. Даже в летописи вошел. Но. Ладно. Следующий. Как видим, в общем-то, и куски Германии они на тот момент уже отхватили. То есть, создали два таких наступательных региона, из которых они должны были захватывать остальную Германию. В Британии имели присутствие. Захватили Бельгику. Захватили Галию. Захватили Панонию, центральную часть Даки. Вот, кстати, они специально вот таким вот тут, этим самым. Во-первых, из-за Карпат, из-за географии. Во-вторых, из-за того, что им тяжелее было контролировать здесь степные регионы. И, кроме того, имея присутствие здесь и здесь, в любой момент они могли сомкнуть клещи. Как могли сомкнуть клещи и здесь. Поэтому это тоже чисто наступательный, чисто оккупационный регион. Корона, как видим, используется зубчастая. Ну и венок тоже, да, венок тоже должен быть, я хотел сказать. И вот он есть. Куда ж без него? Куда ж римский император и без венка? Септимий, север. Человеческий откройся, септимий. И хочет, зараза, по-человечески открываться. Гадость такая. Ну ладно. Ладно. А вот так. Венок. Венок. Чтоб мало не казалось. Но здесь видим кое-что вообще-то достаточно интересно. А именно видим наличие уже отдельной женской диадемы. Ну и видим наличие такого очень развитого венка золотого с каменью, уже с каменьями. И есть его упрощенная детская версия. И также вот от него развиваются золотые ленты, которые ранее должны были подвязывать его. Некоторые антисемиты, увидев подобные изображения, начали уже сравнивать их чуть ли не с иудейскими пейсами. На что, в общем-то, мне даже нечего сказать. Настолько это неправильно. Но так или иначе. Это атрибуты, которые имели свое место и в славянской культуре. Традиционная славянская, в общем-то, очелья. Как и сгарды, которые использовались на шее у мальфаров и у последователей рахманской традиции. Или аканты, которые носились тоже на шее в рахманской традиции. Все, в общем-то, из того же семейства атрибутов, что и римские короны. Которые развились отнюдь не из корон, а из, скорее, такого вполне себе гражданского атрибута. Следующий римский император Каракала. Каракара-кара-кара-кара-кала. Вот здесь правильно, кстати, изображено. Но неправильно то, что не разделены регионы. И кажется, как будто бы это некая общая такая территория. На самом деле, совершенно нет. Есть Баспор с сарматским регионом. Это уже тогда началась склейка Сармата-Баспорской династии. Которая приведет к тому, что, в общем-то, когда Аттила придет из Галича завоевывать Рим. То именно Аттила будет самым законным из всех претендентов на римский трон. Потому что он абсолютно законным способом будет происходить из Роксоланской и Баспорской династии. То есть он будет частью рода Тибериев-Юлиев. Тибериев-Юлиев, поскольку баспорский царь Аспоруг в свое время стал юридически усыновленным родственником римского императора Тиберия, которого мы рассматривали вообще в самом начале, после Октавиана Августа. И, в общем-то, поскольку в Римской империи уже сменилось, черт пойми, сколько самых разных самозванцев, а те были, в общем-то, чисто юридически самыми законными, то именно Аттила – самый законный из всех претендентов на римский престол, который, соответственно, приходил к ним за таким правом. Конечно же, они его не приняли, конечно же, они его не признали. Какой узурпатор признает законного? Тут смотрим традиционная накидка. Сейчас, ну, венок вообще на гербе, конечно же, присутствует. Но, думал, сейчас где-нибудь монета какая-то будет. Нет. Можно залезть в медиафайлы. Ну, уверен, что там тоже будет Диадем, и можем пойти дальше. Ох, как! Тут даже попытались эту всю династию как-то проследить, как эта династия существовала. Конечно, вот династия Северов существовала. Вопрос, а какое отношение династия Северов имела к династии Юлиев-Клавдиев, то есть первичных римских императоров, юридически усыновленной к которым была династия Тибериев-Юлиев, то есть боспорских царей. Эти были узурпаторы, а боспорские цари были законными, в общем-то, правонаследниками. Опять, брошь, накидка, всё традиционно, всё стандартно. Как видим, венки никуда не деваются, и если в Википедии на каком-то из них даже он не обозначен, то всё равно обозначен на следующем, или обозначен на монете его, или ещё как-то так. Вот тут уже начинается... Тут уже начинается, что они сталкивают... Римляне нападают на даков, то есть на, по сути, остатки какие-то, собственно, гетов, а их союзники защищаются. Как видим, всё стандартно. Традиционный римский венок, багряная накидка, римские штандарты. Кто не разглядел, тот в лучшем качестве. Но мордочка уже такая себе. Боспорские цари выглядели, конечно же, подостойнее. И подцарственнее уж точно, чем вот эти все. Не пойми кто. Венок и богиня победы, венчающая, всё на месте. Венок, богиня победы. Ладно, давно я уже не сверялся относительно титула. Так, будет ли здесь полный титул? Нет. Тут упомянуты только его дополнительные победные титулы. Сейчас посмотрим, может где-то будет. Так, то, что он понтифик, не упомянуто. Ладно. Ну, бывает. У кого-то тиф, у кого-то... Там, свиной грипп. Ладно, смотрим атрибуты данного пана Тифика. Ну что ж, у него есть традиционная корона. Зубчисто-эллинистическая корона. Есть римский... Ну, тоже эллинистический венок, только в римском таком переосмыслении. Что еще интересно, есть изображение богини, едящей на льве. Привет, иконография Фреи из германо-скандинавской культуры. Привет, иконография Дургадеви из индийской культуры. Иконография Иштар. И так далее. Децитраян. Венок Штандарт. Венок Богиня Победы. Зубчистая корона. Триумфальный какой-то въезд, видимо, куда-то. Ну, и вот опять же продолжение вот этих годских войн. Кстати, интересно, что римляне называли эти войны готскими, потому что они хорошо как бы знали, с кем они тут воюют. Они захватили древний сарматский город Сарматис-Гету. То есть, сарматскую столицу Гетти. И, в общем-то, из-за этого... Из-за этого получается, что они имели постоянный военный конфликт с гетами-готами. Сначала они их выгнали с данного региона, но потом те возвращались и били их. И, в общем-то, старались как могли. Следующий. Как видим, ничего величественного. Просто мужик, просто узурпатор. Венок стандартный с завязками, багряная накидка, все как положено. Продолжение, конечно же, годских войн, война с персами, зубчастая солнечная корона. Следующий. Зубчастая солнечная корона. И ничего. Ну и ладно. Следующий. Стандартный традиционный римский венок. А это его персидские визави. Празднуют триумф, в общем-то, над римским деятелем. Кстати, тут можете обратить внимание, что у римского товарища это венок не естественный, из цветов, из растительности, а на неком обруче или на некой диадеме. Возможно, как у некоторых русинских князей, у него здесь изображена шлем-корона. То есть, это шлем и также элемент короны, как на печати, допустим, Ярослава Мудрого. А вот у персидского царя тех времен все совершенно другое. То есть, когда я говорю о развитии эллинистических римских корон, не нужно смешивать это с другим. У иранцев совершенно свои процессы были. Осмотром иранских корон я займусь как-то отдельно. Ладно, посмотрю, есть ли тут еще другие какие-то его... Вот, венок есть. И да, тут уже есть центральный элемент. Венок, венок, зубчистая корона. Что же у него с его узурпаторскими титулами? Ерманский величайший, докийский величайший, парфянский величайший, персидский величайший. Трибун 16 раз. Император Цезарь Пубулей Лициний Эганций Галиен Август Феликс Пий. Чтобы мало не казалось. Ну и, конечно же, выборы консула сам себя назначал, а в некоторые годы ему это даже не было нужно. Потому что, ну что же, он и так правит государством. К чему эти какие-то отжившие уже потребности формальности древних времен. Клаудий Второй Гоцкий. И тогда были такие замечательные времена, что от Римской империи по сути дела откололась Прото-Анжуйская империя, ну то есть Гальская империя. Могу ее назвать Прото-Анжуйской, поскольку спустя столетия здесь будет Анжуйская империя, совмещающая в себе территории Франции и территории Британии. Ну и, в общем-то, откололось Пальмирское царство. Римский доспех Венок Зубчастая корона, венчающая его венком Богиня Победы Следующий клиент Тоже Венок Ну и Римская Багряная накидка и Римский доспех Багряная накидка кстати тоже может иметь разный символизм допустим у Рюрика это был символизм окрашенной в кровь его накидки в смысле кровь врагов. И с тех пор в Рахманской традиции даже сохранился обычай что вражеских каких-то военачальников убивая отдают Рюрику чтобы его Багряная накидка сияла ярче как бы окрашиваясь их кровью. Ну у этих зубчатая корона еще из тех времен что Александр и его преемники Диадохи пытались провозгласить себя солнечными богами опять зубчатая корона да раскол сохраняется воюют сами с собой с соседями и вот так и живут Венок зубчатая корона Броши Багряная накидка зубчатая корона Венок зубчатая корона зубчатая корона поэтому монеты это очень хороший источник можно википедиях в каких-либо современных книженциях переписать все и вся но когда существует физическая вот такая металлическая штука ее как бы не переделаешь какой у него здесь атрибут власти есть такой и есть и больше того поскольку нумизматики это все разошлось поскольку это достаточно давно известно то вот так снаскока это не подделать книжку подделать запросто какую-нибудь московицкую летопись которая типа сохраняется только лишь в единственном экземпляре ожидая Татищева или еще кого-то в таком духе подделать вообще запросто и выдать битву на синих водах за битву на Куликовом поле или наоборот но в общем-то подделать монеты подделать монеты так легко не получится они уже стали известны часть из них даже носились как медальоны с них срисовывался облик римских императоров по ним даже пытались выверять стиль своих атрибутов некоторые европейские правители средневековья монет этих много в любой момент могут найти снова поэтому конечно же какие-то артефакты могут типа прятать но так сказать самое главное остается всегда на виду тут зубчатые короны венки как видим римская империя в своем духе в своем стиле а между прочим это у нас уже конец третьего века практически это уже Константин подбирается к власти уже в чреслах своего папеньки барахтается традиционный венок с центральным элементом и возможно боковыми схематическое его изображение на монете и вот собственно папенька в чреслах которого барахтался сперматозоид Константин венок венок но это правда поздний я поначалу даже смотрю сюда а потом нет надо посмотреть что это такое это поздний несколько стиль несколько с нарушенной автентичностью ну да ладно то есть скорее всего это не при их жизни делалось а уже спустя лет 200-300 стиль букв другой ну да ладно все равно так или иначе вот есть вот это все изображение есть тут венок на более автентичной монете тех времен и вот собственно Флавий Валерий Аврелий Константин Константин первый и великий писец но соблюдалась по крайней мере номинально вся та та же в общем-то атрибутика тут у него элементы для крепления венка эти все деятели в венках тут тут их связь с Клавдием Готским при том что развод сфабриковано при том что все это знали но почему бы нет и вот уже начинаются отличия у Константина на монете или то ли на медальоне корона уже существенно отличается от корон его предшественников хотя несколько хочу уточнить что и у предшественников были подобные короны единственное что они как правило они ими как правило не хвастались и не изображали их у себя на монетах на монетах они изображали у себя традиционный или венок корону пусть и с центральными или даже с тремя элементами или изображали лучисто зубчистую корону кстати арка Константина которая имеет какой хочешь символизм но ничего общего с христианством вот эти деятели похожи на докийских в общем-то жрецов докийских или даже в общем-то персидских о чем свидетельствуют их головные уборы ну точнее у одних они есть у других нет но у тех у кого есть по крайней мере вот военные победы Константина как видим здесь нету Иисуса Марии Марии Магдалины апостола Петра Павла Иоанна Санта Барбары никого этого нет есть штандарты войска трофеи все как любили римляне на арке на арке того кто по идее считается чуть ли не родоначальником узаканивания христианства нет ни одного ни единешенького христианского символа а вот символов и даже прямых изображений античных богов и божественных существ достаточно много что тоже о многом говорит позднее вот эти все элементы войдут уже в европейскую даже христианскую архитектуру они есть на многих зданиях в разных городах и как правило люди сейчас уже не придают значение этим изображениям но изображены какие-то вот эти которые там держат все по небосвод ну и все и ладно в древности этим всем придавалось очень важное значение каждое вот такое событие на каждом доме изображалось именно под событие для этого дома если это дом какого-то военного победителя ему изобразят именно его победу если это дом каких-то жрецов им изобразят то что им свойственно опять же античные божественные существа тут даже можно заподозрить мотив змеиногой богини но только таким общим намеком ни верху ни внизу ничего христианского нет а говорят что он был великим христианином на конечно на поздних фресках уже вот это все есть и есть что типа там и кресты были и так дальше вот только научно это не доказано более позднее изображение уже в более поздней короне но именно он положил начало в общем-то такой моде корон пока еще без крестов конечно мы видели какая у него была корона вот его корона пока все это еще разные сегменты которые скрепляются по сути двумя нитями одна идет поверху другая понизу и она скрепляет все эти элементы и тут они еще имеют много разных скреплений но все это еще все это еще весьма сегментировано в более поздние времена это уже будет целостным обручем вокруг головы вот такие вот дела константин великий можем несколько несколько посмотреть на его преемников мы тут видим как богиня победы с одной стороны подносит ему классический венок с другой стороны видим что у него уже своя диадема с центральным вот этим элементом ну и в общем-то что это блюдо или что это оно в таком подражании иранскому стилю Констанций Юлиан Юлиан несмотря на то что во всех смыслах был последним римским римским императором но уже тоже корона у него была пост константиновского стиля тут видим такие всякие штуки есть христиане конечно же радовались что Юлиан был убит а Юлиан это единственный кто мог бы возродить рим римский рим в общем-то а и пустить его по тому пути по которому его когда-то хотел пустить еще Марк Аврелий и это мог бы быть рим который стал бы союзником славян и постепенно сливался бы с персами славянами такую общую коалицию просвещая эти народы своими знаниями просвещаясь от них знаниями это был бы другой рим это была бы другая вообще цивилизация история Европы пошла бы совершенно по-другому если бы дебилы дегенераты были бы людьми если бы они нашли в себе хоть хоть что-то разумное и поддержали пророка поддержали божественную личность которая по беспричиной милости себе лишь на мучения на постоянные страдания среди невежд среди быдла воплотилась чтобы их вести чтобы их как-то цивилизовать но невежды не любят пророков невежды любят лжецов потому что лжецы говорят невеждам то что невежды хотят слышать и невежды раболепствуют перед лжецами невежды лижат им задницу и передницу и все что те захотят а богам божественным существам божественным представителям нужно другое это был император философ это был человек достойнее всех последующих византийских императоров вместе взятых если бы из них не знаю кинуть их в какую нибудь мясорубку соковыжималку с помощью которой измельчая их выдавливалось бы из них достоинство величие разумность там не набралось бы и сотой доли которая была у Юлиана поскольку Юлиан сам по себе был философом мудрецом когда пришла необходимость спасти государство от узурпатора от идиота он это сделал когда было необходимость защищать государство от врагов он это делал он проводил реформы чтобы спасти государство и он пошел в общем-то на войну с персами тоже чтобы оборонить и укрепить свое государство он жил и творил во имя государства во имя человечества во имя прогресса во имя развития во имя пути к совершенству и он был примером такого пути развит своим сознанием во все стороны не заинтересован во лжи не заинтересован в каких-то обыденных грязях которыми так и любили измазываться многие римские узурпаторы до него и византийские черви после него в сравнении с ним они черви они пыль которая не заслуживает даже лишнего упоминания атрибуты императоров римской империи рассмотрим позднюю римскую империю можем еще называть ее западная римская империя или гесперия собственно под названием гесперия она часто и фигурирует в разных древних текстах гесперия как противовес византии ну или поскольку долгое время столицей данного государства все равно все равно еще оставался рим а даже когда не оставался то медиаланум или равенна все равно ближе к риму чем соответственно константинополь то по сути можем считать данную римскую империю в общем-то прямым и естественным продолжением той самой римской империи в которой правили всевозможные римские деятели начиная еще от начиная еще как минимум от цезаря и октавиана и так и так константин константин использовал свои атрибутики стандартный венок императорский и использовал уже вот такой модифицированный диадему венок состоящий по сути из таких вот элементов дальше дальше после него правил констанций констанций зафиксирован также уже в пост константиновской короне хотя еще более классический венок на его изображении как видим держит крылатая вот это у нее такие крылья но что есть то есть богиня победы далее флавий клавдий юлиан хоть корона у него пост константиновская но священная миссия данного императора была поистине более величественной более значимой чем все византийские императоры вместе взятые и тем не менее его начинание не увенчалось успехом однако стандарт пост константиновских корон продолжался продолжался и у его преемников вот тут очень хорошо можем видеть то во что превратились пост константиновские иконы короны ну да иконы там тоже скоро будут но тоже другая история как видим есть стандартная императорская накидка вероятнее всего также поверх доспеха надета но вместо лучисто-зубчатой короны вместо венка тут уже в общем-то тот вариант который базово восходит к искусственным золотым драгоценным венкам разновидность которая можно было видеть даже еще на фреске императоров северов но как бы все равно тут уже первичный намек на венок собственно растительный постепенно все дальше и дальше отходит да базово когда-то здесь был цветок который хоть и символизировал солнечное начало но все равно еще был растительным элементом позднее его место занял драгоценный камень сейчас уже видим что этот большой драгоценный камень обкладывается каменьями поменьше то есть все это дело продолжает развиваться и модифицироваться далее тут видим не особо хорошо фотография передает но видим тут центральный квадратный предмет а тут вот а тут вот как раз тоже постконстантиновская диадема вот она изображена в общем-то как бы в профиль также накидка брошь с тремя дополнительными элементами центральный элемент ну в общем-то тут мы видим это исполненное в камне тут мы видим это промоделировано на монете да да можем еще такое смотреть вот тоже изображение медаль валента вена опять же такая же постконстантиновская диадема центральный элемент и вот вот эти каменья которые заменили древнюю листву тут у него держава и богиня победы держащая в руке по старинке венок все-таки а не вот такую вот весьма модифицированную диадему тут видим римский доспех и накидку феодосий великий тот кто в общем-то угробил остатки духовных начинаний римской римской империи такие люди считаются великими сейчас к сожалению римская империя при кончении феодосия первого как видим в общем-то существуют себе более-менее в классическом состоянии со всеми со всеми своими элементами тут как бы предполагается у него такая же постконстантиновская корона но что-то здесь особо хорошо разглядеть конечно же не получится а тут на картине ну понятно какого века эта картина и у него изображен растительный венок вот вот это уже получше тут с какой-то стороны Аркадий с какой-то Гонорий и по центру Феодосий но что видим здесь тут в общем-то вот эта постконстантиновская диадема в одном исполнении во втором и в третьем во всех этих случаях есть в общем-то здесь кроме центрального элемента его окружают меньшие какие-то каменья бусины брошь также уже весьма наворочена и тут листья окончательно заменены на крупные каменья чем является диадема в этот момент все-таки еще сегментированным таким вот головным убором или уже цельным неким ободом вокруг головы пока еще непонятно но видим несмотря на то что типа христианства типа он такой весь из себя а вот изобразить богиню плодородия и каких-то вот этих голопузых малышей из древнегреческого искусства почему бы так и не сделать ну и как бы по идее христиане наверное скажут вот это ангелочки наши ну типа и может быть но только в эллинистическом искусстве у греков была целая куча и у римлян тоже кстати была целая куча с половиной таких всевозможных ангелочков и купидон и гений ничего только там не было поэтому такое себе конечно же Гонорий ну кстати его имя не надо его как-то воспринимать в негативном ключе наоборот можно его рассмотреть вполне себе позитивным ключем а именно в том плане что в том плане что от корня Хонор то есть достоинство честь слава и в этом плане его имя родственно имени в общем-то народа гуннов Хонорум Генус славный народ Интересно несмотря на то что он был одним из последних императоров Рима но у него нигде здесь не написано SPEC UR а у него уже именно вот это Хризма и вообще вообще ну вот смотрите такое вот изображение в нем есть какие-то мотивы и восточного конечно же стиля и некоторые темы чуть ли не с Индией перекликаются в нем есть конечно же и куча римских мотивов и даже эллинистических мотивов одним словом поздняя Римская империя но коль не рассматривать тут всех всех вот этих нюансов рассмотрим только корону у него ромб по периметру которого крупные камень и вот этот вот обод состоит видимо из трех рядов тоже каменьев все это конечно же так расположено что имеет некую стилизацию некий символизм отсылающий как раз к тем древним венкам которыми венчали головы правителей предыдущих эпох мы можем посмотреть на надпись хонориосе хонориос то есть в общем-то гонорий ну и гуннов именно так же в римских древних текстах подписывали как хонор хонорум гэнус славный народ а это император которого который если бы родился среди славян и жил бы среди славян и получил бы именно речение среди славян его звали каким-нибудь славяным или славяным ну скорее славяным в этом случае однако так или иначе у него изображен римский доспех вполне себе классический голова горгоны медузы штандарт держава меч и богиня победы держащая в руке венок все как бы как положено римскому императору хотя видим что тут уже стиль не совсем римский а по монете ничего особенно такого проследить нельзя конечно же брошь намного более пышная чем в предыдущих эпохах конечно же каждый последующий император хотел выпендриться делая свои атрибуты все более и более вычурными все более и более какими-то интересными в сравнении и с атрибутами правителей предыдущих эпох вот этот венок с центральным очень пышным элементом задние завязки доспех сам он вот его некая победа он со штандартом держава и богиня победы тоже весьма поздняя картина и интересно что тут уже корона еще более поздней эпохи а эти все как будто бы как будто бы на лет 100 или 200 из прошлого он правил уже западной римской империи не из рима и по сказаниям того же прокопия когда рим пал к нему один из его придворных евнухов прибежал и говорит все риму конец он такой какого хрена как я же его только кормил то есть дело в том что он римом назвал одного из своих вот этих вот живностей которых он любил и разводил а когда ему сказали да нет не тот рим как бы помер а другой он такой ну так таки фиг с ним тут некая реконструкция как бы он мог выглядеть ну может быть так и мог выглядеть диадема ну не совсем все таки все таки это не просто жемчужины все таки они еще символизируют листья все таки чуть-чуть по-другому должно быть ну а так вот вместо классических римских венков уже вот такое ну и тут венок поверх шлема тоже статуя его где он на себя весьма не похож ну и конечно же понятно почему следующий как видим корона становится все более вычурней вместо просто ряда вот этих вот имитаций листьев ну или хотя бы по крайней мере центрального и двух боковых вот этих искусственных цветков тут их уже намного больше тут вообще ничего подобное не видно хотя вот тут у нас предстоит персонаж в лучистой короне ну и эти видимо в каких-то коронах однако разглядеть не представляется возможным возможно здесь что-то такое но тоже не пойми уже что продолжается мода на все более вычурность короны и броши а в остальном накидка и римский доспех сохраняется тут казалось бы наоборот пошли на более скромную диадему а все остальное плюс-минус тоже тут диадема поверх шлема позднее еще не раз и на византийских и на гесперийских монетах будут вот такие версии шлем короны вот тогдашняя западная римская империя и восточная римская империя то есть гесперия и византия да тут кстати карфаген уже обозначен не за византией дело в том что гейзерих захватывает рим великий точнее гейзерих да он и рим захватывал но и позднее в карфагене устоялся по большей части в общем-то вывез оттуда реликвии которые считаются что еще восходят к иудейскому храму ну или точнее иудеи свои-то реликвии прослеживают а вот остальные народы часто уже даже готовы забыть что-то их реликвии и типа такое да ладно типа тут видимо интересный нюанс с одной стороны изображен классический венок такой как был еще на челе октавиана августа где все вот это листья а только лишь по центру есть или некий камень в оформлении меньших каменьев символизирующий цветок или некий искусственный цветок но на челе уже стандартная поздняя корона следующий авит брошь доспех красная багряная мантия багряная накидка корона весьма ну стандартная для той эпохи что ж тут сказать следующий вот тут прорезь ну допустим вот посмотреть бы на это все можно вызывать рентеви склярова и говорить инсектоиды инопланетяне в истории древнего рима вот посмотрите на это лицо явно инопланетянин ну явно тот кто его изображал таким однако что мы тут видим вот это не ушки и не какие-то тентакли вот это типа завязки короны тут уже предполагается что над цветком три камня видимо чуть поотдаль поэтому вот такое создается а в руке по-прежнему держит державу с изображением богини победы и венком ну и тут уже распад в общем-то западной римской империи на что только не есть царство вандалов королевство бургундов королевство алиманов в общем-то была реце сбежавшими оттуда и отчасти вернувшимися изменена соответственно ругию рядом находится скирия и хирулия также тут находятся остготы королевство франков тут королевство фризов тут остатки римской галии тут самостоятельная уже арморика тут королевство свевов королевство вездготов такие вот дела римская западная римская империя распалась на запчасти и скоро к власти придет Теодорих но тоже будет другая история вся та же история в руке держит крест уже вместо штандарта тут точка точка запятая вот и рожица кривая но хотя бы уже не настолько он инсектоидно инопланетный корона стандартная поздняя держава богиня победы венок все все как как положено шлем корона в общем-то такой стиль монет ровно такой от западной римской империи унаследует королевство вандалов тоже стандартная вот тут получше чуть-чуть но как видим центральный сегмент вот эти подвязки брошь пышная такая доспех мантия все как положено ну так же само и на примере вот этих последних правителей как видим появляется новая тема где изображается царский венок по центру крест ну и еще что характерно данным поздним императорам что их монетная чеканка тоже весьма деградировала это можно было видеть и в истории с боспорской монетной чеканкой где поздние монеты это это уже реально точка точка запятая вот и рожица кривая в то время как и достаточно древние боспорские монеты и даже боспорские монеты времен кризисов смут и позднейшего римского протектората и всего вот этого дела все равно сохранялось высочайшее качество высочайшее качество боспорская монетная чеканка достигала несколько раз еще во времена древнего царства высочайшие стандарты были во времена Махаксанеса Мьетродата Евпатора и его сына Фарнака Динамия пробовала возродить монетную чеканку дальше при Археметалке при других князьях середины позднего царства также в общем-то монетная чеканка была весьма и весьма высококачественная а потом уже сошла на нет и видим римская чеканка тех времен также сходила на нет тут вот это вот имитация венка центральный вот этот камень от него идут три камня как бы таким трезубцем своеобразным доспех брошь накидка все как положено глицерий тут все стандартно ну тут мы уже видели опять же продолжается вот эта тема с новым мотивом в монетах продолжаются старые мотивы вместо штандарта крест такой себе император крестоносец ну и тут все как положено кстати если брать аналогичные боспорские монеты то боспорский царь держит в руке не жезл в виде креста а жезл в виде тризуба и по сути последний римский император который даже переживет самого последнего римского императора даже когда Одуакр займет в общем-то территории Рима низложив Ромула Августула непод сохранит за собой небольшое вот такое вот королевство герцогство которое будет между владениями Одуакра Восточной Римской империей и королевством Остроготов так что вот это последний как бы такой династический юридический осколок Западной Римской империи преемственности западно-римских императоров так как Теодорих не будут уже себя именовать таковыми но поскольку как бы более красивой выглядит версия что все-таки тот и раньше не под и раньше короновался императора потом стал императором чуть ли не в изгнании а в Риме уже короновался Ромул Августул то как бы ну и больше того Ромул это такое знаковое имя все дела поэтому Ромул Августул тоже как бы считается последним римским императором ну видим тут классическая поздняя диадема классическая поздняя диадема видим кстати у Адаакра древняя славяно-кельтская корона вот такие вот крылатые шапки они если берем греческую мифологию это вообще шапка Гермеса ну а Гермес одно из имен Митродата Евпатора и вполне вероятно что его как раз деятельность также несколько поднимала популярность такого рода темы но это уже тоже отдельная история и так после него правил Оду Акр диадемы нет брошь мантия доспех есть вот тут кстати написано что Адаакр Рекс Рутенорум то есть царь король русинов вот в общем-то собирательное владение Адаакра да правильнее наверное было бы даже так обозначить хотя с другой стороны нужно отмечать что были те Руги которые собственно были Ругами Одуакра и была другая часть Ругов которая была ему враждебна то есть между Ругами были свои конфликты несмотря на то что Руги в этот момент в общем-то захватывали последние осколки Западной Римской империи ну вот тут видим монету Адаакра тут поздняя вот эта западно-римская ну или просто поздняя римская диадема одетая на шлем власть у Одуакра отнял Теодорих тут видим диадем никаких нет брошь доспех накидка держава богиня победы держащая венок есть то есть вот это как раз и есть типа и правитель Рекс Теодорик но все-таки не император вот он захватил былое владение Одуакра присоединив и свои владения к этому делу вот вот его монета тут он изображен в диадеме и тут его личная кстати монограмма и продолжается крест на монете как это было кстати еще на римских монетах ну вот тут тоже то ли изображение Теодориха то ли императора Анастасия как бы тут уже дело ясное что дело темное можно пройтись дальше по династии Готских собственно королей но это не совсем то то есть собственно собственно монеты от Алариха не факт что и есть это вполне себе может быть не изображение Аталариха а изображение Юстиниана хотя тоже спорный вопрос и не факт Теодориха более поздний соответственно Готский король и тут уже заимствование византийской короны корона состоит из обода и двух перекрещивающихся элементов в общем-то можете посмотреть как выглядит так называемая священная венгерская корона ну или вспомнить те кто видели мои видео на эту тему у нее ровно такая же конструкция это в общем-то обод вокруг всей головы плюс справа налево полоска и спереди назад верхний элемент и вот тут всякие элементы тут крест на одежде ну в общем-то одежда уже от римской отличается тут можем разглядеть это все еще лучше крест здесь уже такой и можно даже предполагать что там там и внутри уже все чем-то заделано и что это вообще уже достаточно такая корона в достаточно позднем стиле поскольку тут даже на боковых четырех элементах вот такие звездчатые нюансы на груди крест но с другой стороны изображается богиня победы держащая все тот же классический древнеримский венок победы монета Витигеса позднеримская диадема монограмма венок изображений нет изображений нет вот это поздняя весьма дорисовка держава жезл это более достоверная тема да плохенько но что есть то есть гейзерих король вандалов также я в своем отдельном рассмотрении рассказывал более детально что касательно данных правителей однако тут снова же пройдемся по ним исключительно в контексте царских регалий и вот гейзерих на своей монете позднеримская царская диадема а тут богиня то ли богиня победы сидит на троне держит державу на которой еще раз богиня победы то ли это должен быть гейзерих непонятно но но тут уж точно все как на позднеримских монетах диадема брошь накидка багряная все все как положено вот карта его владений в общем-то царство вандалов предполагается что такая же диадема но она здесь уже только лишь предполагается а не видна в таком нормальном состоянии вот снова же позднеримская классическая диадема брошь накидка доспех венок все как на позднеримских монетах потому что в общем-то вот эта правящая династия вандалов она была даже породнившаяся с последними представителями западно-римской династии все так же самое все так же самое и до последнего правителя вандальского королевства все так же пройдемся тут может что-нибудь интересное найдем фритигерн фритигерн да вот этот фритигерн был одним из тех кто в общем-то крестил готов ну да ладно об этом будет как-то в другой раз тем не менее если смотрим на карты начала истории всех этих дел то началась эта тема как раз с былой прародины готов с территории западного причерноморья и дальше пошло поехало далее алларих первый известно нам монета или нет в общем-то нет однако есть классические крылатые шлемы рогатые шлемы из династии балтов венок поверх шлема ну хотя это достаточно позднее изображение поэтому не считается ну как бы как не совсем не считается может рассматриваться как некое дополнение но не как свидетельство потому что явно что автор опирался на древнеримскую традицию изображая брошь накидку все вот эти дела но изображался ли и в общем-то выглядел ли атаульф при жизни так это вопрос очень очень большой и очень сомнительный сегей сегей везде по распространению готов встречаются вот такие вот птички которые впервые появляются в черняховской культуре и там являются разновидностью именно скифского звериного стиля но позднее становятся визитной карточкой готов а между тем тут и симметрия тризуба и много других чисто славянских ведических мотивов да это уже позднее безобразие но что есть то есть многие из них изображаются уже даже без атрибутов эйрих кстати имя тоже связано с именем рюрик как и некоторые годские правители до него и после него он изображен здесь в некой накидке с капюшоном из шкуры головы львиного по сути дела льва однако иногда бывали такие и других кошачьи львиных животных и все это тоже восходит к еще кемерийскому кемерийско-скифскому стилю монета аллариха аллариха видим здесь классическую древнеримскую диадему гизелех но не было такого имени первично и это имя первично должно было звучать как гизелех но видимо вследствие деградации языка стало звучать так попробовать что ли по медиафайлам может поможет нет тоже особо данных нет на самом деле хроник каких-то вменяемых до нас тех времен не дошло поэтому на них надеяться вообще не стоит и даже если в некоторых случаях изображают что-то более-менее выглядящее как достоверное но это уже дело такое правда в том что единственное на что в таких случаях реально можно опереться так это не на вот эти поздние изображения пусть это и восемнадцатый век но это восемнадцатый это даже не восьмой это больше тысячи лет прошло а вот монеты или какие-нибудь статуи это то что то что сохранялось то что сохранялось в общем-то в металле на протяжении веков вот эта монета как была изготовлена так плюс-минус и дошла до нас хоть и немного повредилась а было бы это изготовлено на бумаге до нас ну может быть оно бы до нас и дошло если бы оно попало бы в какие-то тепличные условия типа египетских песков или типа каких-то новгородских там болотных элементов однако вот такие тепличные условия это весьма и весьма редкая редкость а как правило книги сжигали книги уничтожали уничтожали чтобы стереть какую-то ненужную информацию новые власти новые представители новых идеологий уничтожали уничтожали иногда и сами какие-то люди даже не желая того а желая еще раз перечитать книгу и вот так еще раз пытались и книга разваливалась листы становились все хуже и хуже и в общем-то тоже информация терялась но изображения какие-то могли перерисовать часто тоже теряя какие-то элементы достоверности а вот монета как была так и есть если бы была бы какая-нибудь каменная статуя тоже как как ее тогда вытесали так бы она до нас и дошла так как до нас дошло огромное количество всевозможных статуй еще с времен Александра Македонского а вот непосредственно рукописи какие-нибудь на пергаментах на досках на чем-то таком с времен Сашеньки Македонского до нас не дошли дошли в переписках многие греческие источники до нас дошли в переписки через арабский посредник когда поначалу греческий текст переводился на арабский язык а позднее исследователи думая что ну если этот текст перевели на арабский язык значит наверное был греческий как бы даже не то что аналог а греческий прототип и значит надо переводя с арабского на греческий попытаться реконструировать как же первично выглядел данный текст иногда работы в данном направлении в действительности выглядят достойно интересно а иногда выглядят весьма и весьма весьма и весьма спорно весьма и весьма похоже уже на новодел на какое-то современное творчество пусть и не в таком клиническом случае как новая хронология но все равно именно как современное творчество по древним мотивам а я за то чтобы изучать то как оно в общем-то было в древности что знали в древности что понимали в древности чтобы люди могли сами изучая все вот эти древние артефакты оценивать тенденции которые в общем-то были в древности чтобы люди могли ознакомливаться с символикой чтобы люди могли через это ознакомливаться в каких-то случаях и с тем что можно назвать как внутренний мир тех или иных правителей тех или иных каких-то исторических деятелей о которых идет речь небольшое дополнение к предыдущим материалам касательно касательно древнеримских атрибутов древнеримских же правителей в общем-то дополнение касается в общем-то в общем-то кое-чего еще до имперских времен они любили некий атрибут называющийся также гражданским венком поэтому немного рассмотрим эту тему вот что вообще такое инсигнии инсигнии власти если говорить об этом это своего рода знаки которые которыми имеет право пользоваться если речь идет о регалиях в общем-то верховного правителя то только верховный правитель тут мы видим древнеегипетские жезл и в общем-то бич своеобразный цепь иногда иногда еще называется скипетр и цеп как здесь сказано то есть так или иначе это то с чем изображаются древнеегипетские цари то чем они имеют право пользоваться никакой древнеегипетский раб никакой древнеегипетский намарх кто-нибудь еще жрец ну верховный жрец он все мог но это тоже другая уже история однако все равно никто рангом ниже фараона такими регалиями пользоваться права не имел если какие-то придворные имели право их как-то касаться то тоже в специально определенном порядке и уж точно не торжественно с ними похаживать по дворцу или по древнему египту и в общем-то даже читая российскую википедию можем видеть что есть очень такое ясное понимание о том что есть в общем-то данные внешние знаки символизирующие власть того или иного правителя можно перейти и то что касается в общем-то регалий то есть от слова в общем-то то что принадлежит царю рэхс царь то есть как бы регалий царской ну и здесь приведено как антипример данного явления это один из российских деспотов в общем-то в шапке кончаки золотоордынской княжны сестре хана узбека интересный был такой хан и вот его коронуют вот этой шапкой кончаки ему подносят такие же фейковые скипетр державу и всевозможные другие дары возможно тут уже на тот момент даже какие-то элементы казачества участвуют в коронации этого деспота о том что такое деспот деспота также можно будет отдельно разобрать сейчас не об этом да уж то что они здесь написали про древнюю Русь лучше бы и не писали и вот то как то как называлась более распространенная соответственно корона с которой изображались древнеегипетские императоры там где речь идет не о лавровом венце а собственно как бы венок из дубовых листьев можно там детальнее рассмотреть какие вообще были награды это лавровый венок то есть то что более известно как атрибут власти то что видите вошло сейчас куда оно только не вошло на самом деле еще была морская корона которая как бы символизировала корабль вот тут агриппа вот тут морская корона тут морская корона морская корона то есть корона символизирует по сути корабль римляне придавали всему этому значение даже если кто знает кто не знает а римляне для римлян это было приблизительно так же как для верующих христиан отличительные знаки служителей христианского культа приблизительно так как для военных и нынешних разнообразные знаки отличия воинских структурах для военных для полицейских там некоторых других структурах это имеет свое не только какое-то торжественное ну и вполне себе практическое значение символизируя чины символизируя в каких-то случаях какие-то должности или исполняемые обязанности и так далее поэтому все это было важно это то что касается в общем-то в общем-то корон древнеегипетских если то уже можно назвать короной на самом деле напоминаю что коронами то можно назвать в общем-то с достаточной с достаточной степенью условности по википедии можно поискать всякое о разно всяких коронах геральдические короны тут куча информации какие они бывают вот на примере эрефии можно посмотреть как они метались с тем какие же себе что где себе изобразить изобразили вот этот вот шлем с арабскими надписями на своей короне молодцы ребята конечно же молодцы отрицательно ну или с другой стороны молодцы с тем что мне легче развенчивать всевозможные мифы связанные с ними про шапочки вот эти вот тут кстати они не изобразили и в нынешней экспозиции шапку держат так чтобы она тремя лилиями тремя лотосами вперед была сзади прячут звезды Давида потому что они стесняются потому что тризубы объявлять хазарской тамгой и скрещивать хазаров и иудеев и выезжать на этом в плане того что им хочется развивать ненависть своего же народа и других по возможности к Украине это они делают а то что на их атрибутики в принципе звезды Давида всегда себе жили и спокойно себя чувствовали они это признавать не хотят то есть стесняются по сути самих себя хотя то у них то где оно у них эта хрень вот эта жуткая оно у них в общем-то из золотой орды там не то чтобы иудаизм скорее нет но поскольку ислам и христианство и тогдашние золотоордынские верования тоже в общем-то одного авраамического древа религии то вот оно там и было на прорезях как видите они любят все это упускать то есть типа просто такая шапочка с крестиком то что крестик совершенно как бы отдельная история то что вот это навершие тоже отдельная история тоже лучше конечно же для них умолчать ладно вот венгерская корона византийской работы христианская символика все как положено вот героидическое ее исполнение другие всякие короны то есть это позднее время здесь даже вот такое вот это албанская корона хотя видите что базово это шлем и все равно золотой обод то есть некое подобие венка ну и вот такие короны то есть корон было много и древнеегипетский собственно золотой венец лавровый венец это прототип как бы во многом мать всех корон так сказать вот германская корона являющаяся во многом по мотивам византийской короны то есть мы тут видим сегменты вот такие вот с арочным сводом но они соединены не круглыми ободами а такими вот извивающимися вверх и тут орлы и тут крест точнее кресты то есть более такая навороченная версия еще более навороченная еще более навороченная еще то есть короны в средневековье эволюционировали как хотели но все равно оставаясь базово база у короны основа у короны это вот этот обод московиты не понимали что есть корона поэтому ближайшую тюбетейку ну увидели как бы короны вот тоже какие-то такие вот как бы и на голову одеваются и вот вот что-то такое у них что-то такое вот только это корона то есть и по виду своему с вот этими зубцами как бы по назначению это сделано византийскими мастерами и основа представляет собой именно обод вот эти вот зубцы так сказать перекладина справа налево сзади наперед и сверху крест и вот знаки всевозможные но это сейчас сейчас есть википедия даже при том что я сейчас листаю российскую википедию но пользуются они наработками мировых в общем-то данных многие эти рисунки рисовались конечно же не россиянами а рисовались по всему миру разными людьми разными исследователями вот внизу там подписано кто чья работа и так или иначе сейчас видеть и понимать как выглядят короны сейчас легко с такими-то материалами конечно есть как сказать к сожалению живущие которые всю жизнь проводят за деградацией которые спиваются скуриваются уничтожают себя и других вокруг себя есть те которые просто родились и проживают свою жизнь просто чтобы из влагалища в могилу им не интересно ничего изучать ничего осмыслять просто бы пожрать потом погадить пожрать погадить пожрать погадить день прошел поспать проснуться погадить пожрать 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 погадить заснуть проснуться погадить пожрать погадить и вот так прожить жизнь сдохнуть породить каких-нибудь отпрысков чтобы они тоже жрали, гадили, сдохли и породили отпрысков, которые будут жрать, гадить и сдохнуть. Жуть, конечно, но таковы среднестатистические нравы большинства нынешних людей, которые не задаются вопросами. Им сказали, что вот эта шапка Мономаха, может быть, скорее шапка Кончаки или конченая шапка, но вот здесь изобразили некоторые звезды Давида, хотя изобразили тоже не в правильной последовательности, и вообще это жуть. Вот это так называемая российская Казанская шапка. То есть, корона Казанского ханства завоеванного, Астраханская корона, поздняя российская имперская корона, что она символизировала, черт пойми, на самом деле. Если брать какие-то древние короны, которые имели нечто с этим схожее, то все равно там было по-другому. Тут вот эти две какие-то опухлшие, не пойми чего, что это. Влагалище Анны Ивановны, российской императрицы, или вздыбленный фалос, который ей хотелось, или что. То есть, я не знаю, никто не знает. У других европейских монархов какие-то вот эти типа... Видите, что здесь? По сути, здесь все равно. Хоть как бы ободы эти и прогибаются в середину. На примере германской короны было видно, как ободы наоборот выворачиваются вверх, чтобы корона была повыше. Кто хотел сделать себе как бы чуть пониже этот крест и все это навершие, выворачивали их вниз. Но базово у европейских корон все равно основной центральный, то есть основной, нижний, основный, фундаментальный обод. Обод слева направо, обод спереди назад, то ли зада наперед, называйте его как хотите. Причем иногда оно все может изображаться хоть вот так, хоть вот так, хоть вот так. Потому что при изображении, особенно с средневековыми какими-то методами, все изобразить нельзя. И, конечно же, потом может показаться, что это чуть ли не что-то вот такое. Но что мы здесь видим? Обод типа спереди-назад есть. Можно было бы сказать, что это некая пародия на германские, на короны Священной Римской империи от Карла Великого, у которых, в общем-то, не было обода справа налево, а был только спереди-назад и еще с небольшим гребнем. Можно сказать, что здесь, поскольку там немецкие всякие корни у поздних российских правителей, но нет, вот это что за фигня? Что вот это такое? Я как бы предложил некий такой, скорее, вариант, который подошел бы, не знаю, российской императрице Екатерине Второй, но, ну, не знаю, все равно, на самом деле, если глубинней в это разбираться, это не что иное, как невежество тех российских мастеров, псевдомастеров, которые все это изготавливали, которые имели лишь какие-то рисунки, и они не понимали, что в короне есть что. Поэтому, вместо того, чтобы изобразить вот здесь тоже обод, который спускается, опускается, и как-то скрепляется с этим, как на европейских коронах, они изобразили, в общем-то, два каких-то таких вот отдельных элемента короны. Ладно, фиг с ним. Вот всякие другие короны. То есть, если выводите из всех этих корон что-то среднестатистическое, то главное не то, что сверху, не некое подобие вот этой золотой тюбетейки, не вот эти все вздутые половые губы российских цариц. Или нечто похожее вообще на черт пойми что. А главное, в общем-то, основной вот этот обод, который произошел от первичных венков, носимых на голове. От венков, от диадем. Конечно, с позднейшими всеми этими напластованиями, наслоениями, но основа-то есть все равно основа. Вот корона Карла Великого, кстати. И тут вот как раз есть вот эти сегменты византийского стиля. И есть вот эта вот линия, обод или линия, крывая вот эта линия, идущая спереди назад. Спереди крест, сзади вот этот гребень. Ну и корона состоит из сегментов. Вот таких вот. Вот как бы развернутая версия короны, такого сегментированного поздневизантийского стиля. Короны, короны. Монтенегро. Чем-то похожа на российскую, но тут еще следует исследовать, кто у кого что заимствовал. И почему так? Почему у них тоже некая странная порнография, или может быть оно предполагает что-то другое? Но, тем не менее, все равно это несколько нарушений общеевропейского канона корон. Короны, как видите, могли изображать и городские стены. Происходит вот это на самом деле. Корона с городскими башнями, фортификационными башнями, еще из времен до того, как сформировалась какая-нибудь римская, византийская корона. Это еще из античности происходит. И, по-моему, там даже Акхеорхианак давно изображались подобной короной с башнями. Вот тут сейчас пошли восточные всякие темы. Как видим, Гавайи... Ну, то есть, да, это заимствование с Европой, конечно же. Но это что у нас такое? Бутан. Да, то есть, вполне себе в тибетском таком стиле. Камбоджа. Ну, то есть, совершенно другие обычаи. Иран, по-моему. Да, Иран. У Ирана совсем другая вся эта нюансина. Поэтому в каких-то случаях позднее они заимствовали. Но если бы они развивали свои инсигнии власти, у них было бы все вообще другое. Эфиопия. Да, у эфиопов тоже было наслоение вот этих обода на обод. Эфиопия вообще отчасти уникальная страна. Многие даже считают, что там хранится Ковчег Завета, потому что Эфиопия одна из таких немногих африканских стран, которая, по сути, одна из первых крестилась, и имеет свою собственную христианскую церковь, и имеет много древних всевозможных реликвий, регалий и еще всего. Поэтому и корона, конечно же, сложная. Папская корона. Как видим, тут наслоение трех вот этих ободов на единую основу. У Сулеймана чуть побольше будет корон на единой основе. Ну а простым папским всяким корона не положена. Положена шляпа с этими самыми, что можно попытаться интерпретировать как НЛОшку такую. Почему бы и нет? Можно найти другие всякие трактовки. Вот более рангом повыше христианского служителя атрибуты. Другого христианского слова. Ну то есть у христианских служителей культа тоже свои. Притом, как бы, у них нет короны, у них вот такая шляпа, поэтому, как бы, у них такие атрибуты власти. Дело даже не в том, чтобы НЛОшку там искать. Дело в том, что хотя бы различать, как бы, что на что похоже. Вот морская корона. Собственно, корона из городских стен. То есть, в принципе, в современных источниках, как я вижу, неплохо эту тему разбирают и описывают, что чему. Система муниципальных корон даже целая. А, это, это в этой, в РФ, и даже они разработали, даже, молодцы. Ребятушки-козлятушки. Вот австрийская система. Австрийская корона, с которой, возможно, россияне и заимствовали. Вот только в австрийской короне вот эти своды все-таки практически соединены, и они не соединены именно в знак определенного своего символа. И он вполне себе понятен. Австрийская корона, это гибрид, в принципе, ряда европейских корон, в частности, и польская, и германская, еще нескольких. И, с моей точки зрения, она представляет собой, в плане сочетания символизма, шедевр, в общем-то. Потому что она, в принципе, отображает все стремления на владение австрийской империи. А российская корона отображает невежество полное. Это чешская корона. С такими своеобразными трезубцами огненными. Вот этот трезубец, как и эти, он не идет туда, а ободы все внутри этих трезубцев находятся. Ну ладно, это мы уже смотрели. Вот тут все даже подписано. Собственно, корона святого. Можно перейти. То есть, кто хочет, может изучать все эти темы сейчас вообще. Современный век для изучения великолепен. Интернет дает доступ к колоссальным объемам информации, которые не надо, как я, держать все в памяти. И там что-то это можно... Можно более проще гуглить, исследовать. Так, давайте... Так... 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 Даже для Румынии сделали корону, развивая тему румынского государства, румынского тоже королевства, чуть ли не империи. В статье российской Википедии про украинскую корону вообще ничего нет. Про то, что киевские князья носили византийские короны, вообще ничего нет. Но, в действительности, зачем же им это всё дело рассказывать? Ладно. Закрываю эту штуку, перехожу к тоже важной теме. Династия Юлиев-Клавдиев. То есть, в общем-то, та династия, которая создала Римскую империю. Поскольку до этого была Римская республика, которая включала в себя, собственно, город Рим, его какую-нибудь округу, покорённые территории на территории самой, в общем-то, Италии, Апеннинского полуострова. И также некоторые портовые и другие города рядом. Но там не было с этим делом порядка. И было много всяких спорных нюансов. Постоянно возникали какие-то восстания. Постоянно тот или иной полководец хотел сам захватить власть. Поскольку, если он завоевал кучу... Но они как с набегами ходили по окружающим странам. Не хуже, не лучше тех же татар из Крымского ханства в поздние времена. И Цезарь и далее Август, они вот эти все беспорядочные набеги и какие-то временные завоевания, которые лишь вносили хаос в окружающие территории и грозили Риму постоянными гражданскими войнами и завоеваниями. Они, в общем-то, вот эти ребята, попытались привести к какому-то порядку. Попытались, как бы это сказать, упорядочить это так, чтобы и захваченные страны получили те же права, что и Рим. Ну ладно, патриции пусть остаются супер-патрициями. Но все равно и местная какая-нибудь захватываемая знать должна тоже что-то получать за это, а не просто подвергаться уничтожению. То есть они, в общем-то, создали из хаоса вот этих всех завоеваний Римской Республики, они создали государство, которая с тех пор станет прототипом для целой Римской империи, для ее распада на Западную и Восточную, для Византии, для Франкской империи и для последующих государств, которые будут возникать в христианском мире. Римская империя – прототип всех христианских государств. А создали Римскую империю, именно Юлии Клавдии, династия Юлиев-Клавдиев. Хоть не все там были генетически связаны, но что есть, то есть. Позднее эту династию свергли. Вот, то есть, Октавиан Август – это 12-е годы до НЭ, и последний нейрон – это 54-е годы нынешней эры. Не особо долго просуществовала династия по историческим меркам, но так или иначе просуществовала. Не особо связаны некоторые поколения этой династии были. Но, по крайней мере, были. По крайней мере, Октавиан Август все равно имел какую-то связь с Юлием Цезарем, и даже если он и подделал само завещание, то он все равно был его хоть каким-то родичем, хоть каким-то, хоть отдаленным, хоть через там женскую линию, хоть десятая вода на киселе, ну хоть десятая, понимаете? И кроме того, во многом эта династия именно от Октавиана Августа, а не от Цезаря. Хотя, по идее, Цезарь первый, но генетически первый получается Октавиан. Первый, кто уже окончательно сформировал новый тип государства. Он разделил даже среди завоеванных владений часть между наследием Римской Республики в виде сената, сенатских всех этих владений. Не знаю, может здесь карта будет, может не будет. Разделил, то есть, захваченные Римом территории на те, которые под властью сената, и на те, которые под властью римского императора. Это достаточно важный шаг. То есть, сенат, вся вот эта, так сказать, республиканская... Все вот это, так, тут не обозначено, к сожалению. Ну и да, в общем-то, можно даже по территориям смотреть, что как раз во времена Октавиана Августа Римская империя дошла до пределов своего могущества. Хоть позже будет допокорена Британия, хоть позже будет окончательно утверждено владычество здесь, окончательно подчинено Фракии, но их попрут из Германии. В общем-то... Поэтому, как бы, чуть-чуть какие-то территории будут привоеваны временно, но другие территории будут потеряны, а насчет Дакии, то лучше бы ее и не касались. С нее началась такая война, которая и разбила Римскую империю на шметки потом. Всеми этими переселениями готов, которые в Риме будут хозяйничать и тут свои королевства создавать. Поэтому такое себе дело. И, по сути, да, Октавиан Август, далее Тиберий, те, кто создали Римскую империю. Сейчас, сейчас... Так... Тиберий... Как преемник... Тиберий Юлий... Тиберий Юлий, Цезарь Август... Тиберий Юлий, Цезарь Август, сын Божественного Августа, великий понтифик наделен властью народного трибуна 38 раз, провозглашен императором 8 раз, пятикратный консул. Вот это мощь. Вот это мощь. Не правда ли? Вот это мощь. Но, по крайней мере, имел отношение к, в общем-то, предыдущему. И что интересно? А интересно вот это. А интересно как раз боспорский царь Аспарук, который, сдружившись с Тиберием, получил, в общем-то, апитет Тиберий Юлий Аспарук Архескопорид I. Там даже есть такая, как бы, апокрифическая, скажем так, теория, что он какое-то время правил в Риме вместо Тиберия. Или как его наместник, или как что-то в таком духе. Но я не буду в эту теорию вдаваться, поскольку в официальной исторической системе данная идея не является признанной и даже не является как-то слишком развиваемой. А как бы те, кто смогут как-то глубинно оценить правдивость или нет, собственно, альтернативной трактовки, их слишком мало, чтобы это особо даже делать. Ну, так или иначе, когда-то кто захочет, сможет ознакомиться. Материалы для этого есть. Вот что интересно. Тут это не особо, в общем-то, и разбирается. Разбирается, да, что он стал вассальным царем. Описывается, как он осуществлял поездку еще к Октавиану Августу. Не знаю, кстати, правда ли про Октавиана тут или неправда. Это, возможно, он уже осуществил поездку к Тиберию. У него годы правления это десятый, точнее, это даже годы жизни или что? Ну, ладно, пусть будет. То есть его годы жизнедеятельности где-то с десятых, пятнадцатых годов до нынешней эры по тридцать седьмой год нынешней эры. Что у нас по Тиберию? По Тиберию. По Тиберию у нас, в общем-то, четырнадцатый год до нынешней эры, тридцать седьмой год нынешней. Или нет, это тоже нынешняя эра. Не, да, до нынешней эры он родился всё-таки, а в нынешней эре это он уже правил. Потому что я что-то читал, что он там до нынешней. Ну, ладно, всё-таки да. То есть, что из этого вообще важно? Важно, что он, в принципе, одногодка, однолетка и современник нашего царя Аспоруга. И важно то, что юридически... Не знаю, было ли это сделано при Октавиане, в конец правления Октавиана, когда уже готовились Тиберия делать. Или как? Или уже при Тиберии. Но так или иначе, юридически он стал братом Тиберия. Поэтому и далее назывался он уже Тиберий-юрий. Архоскопорит I, Аспоруг. Иногда провозглашалось всё это более детально, как Саврамат, Архоскопорит, Аспоруг, Тиберий, Юлий, Филокесарес, Филоромеус, Евсеб. Что делало отсылку и к его династическим именованиям, и к его новым дружеским связям с римлянами. Он был кем? Другом кесаря и римлян. Ну, это термины Филокесарес, Филоромеус. К ним ещё добавлялся титул Евсеб. То есть, Тиберий-юрий, Филокесарес, Филоромеус, Евсеб. Царь всего Боспора. Всего Боспора, потому что бывали расколы. Он подчёркивает, что не куска, а всего Боспора. Как позднее царь или князь Руси. Ну, началось-то в Руси с, в общем-то, митрополитов. И началось тоже некоторых разделений и так далее. И царями были ещё задолго до московитов. Это московиты, скорее, были подделкой на царей, чем царями. Ну, ладно, к нему это не особо относится. Хотя, с другой стороны, относится, поскольку Боспор был постоянно в связке именно с Роксоланами, то есть с Украиной. И вот как раз история Боспора, это история, когда Крым и Кубань были в прямой связке с Роксоланами, с другими Саорсами, с другими, в общем-то, династиями по всей Украине. И они представляли единую сарматскую такую культурную общность. Ну, ладно, так или иначе, он царь всего Боспора, Феодосии, Синдов, Меотов, Торпетов, Торетов, Псесов и Танаитов. Танаиты – это аланы-танаиты, то есть аланы, проживающие по реке Дон, то есть Танаис. Также он провозглашался покорителем Скифов и Тавров. Конечно, Скифы на его время – это уже не вот это всё, которое идёт захватывать вообще всю Переднюю Азию, как когда-то в каких-то восьмых-шестых веках. Это уже несколько поскромнее. На его момент Скифы, да, здесь карта, конечно, великолепная, своей, тем, что она ни к какому времени не относится, по сути, она ко всем временам и сразу. Так вот, в его времена Скифы уже даже не особо здесь, а Скифы чуть-чуть вот здесь и в основном вот здесь. Роксоланы и другие сарматы их уже загоняют вглубь Крыма, как раз к Таврийским горам. К Таврийским горам, где издревле проживали Тавры, и поэтому, в общем-то, на тот момент уже, по сути, существует скорее не Скифия, а Тавра-Скифия. Поэтому он покоритель, скорее, ну, пусть будет Скифови Тавров, но по сути Тавра-Скифов. И такими же Тавра-Скифами прозывали Русинов в более поздние времена и Константин Багрянародный, и другие, в общем-то, византийские цари. Поэтому связь с этим имеем. Также, если исследовать его все династические связи, то его, когда пытались отстранить и пытались на его место посадить по лимону, в общем-то, это не удалось. Но он, чтобы укрепить свою власть, сам взял себе в жены гиппоперию, то есть представительницу как раз вот той полимоновской династии, той узурпационной династии, которая была создана Римской Республикой, чтобы отнять власть у законной боспорской династии. Взяв себе гиппоперию, и поскольку его дети, в общем-то, унаследовали права и по отцу, и по матери, то получается на них он замкнул как раз все правовые линии владений боспора. Правда, был и минус у его вот этого убротерения с Тиберием Юлием. Минусом, главным минусом, по сути дела, было то, что он отказался от всех других территориальных владений боспора. То есть от всего, что было когда-либо принадлежало боспорским царям, где-то вне самого боспора, от всего, что когда бы то ни было принадлежало понтийским царям, ну и так далее. Но это уже, конечно же, тоже отдельная история. Продолжение следует...